Почти весь 2022 год канал Занерф находился в глубокой паузе. После начала войны я, естественно, перестал заниматься производством видео. Было не до того, не было настроения, не было ясности, куда мы все движемся, что будет дальше. Что вообще происходит с миром. Но все эти месяцы, несмотря на многочисленные проблемы внутренние и внешние, я продолжал работать с подготовительными материалами для новых видео. Более того, следующая серия сотки художников была в черне готова уже в середине февраля. Сразу после начала войны главный меценат проекта обанкротился и канал потерял основной источник своего подпитывания материального. Что тоже означало невозможность продолжения работы по-прежнему. И вот спустя 10 месяцев я, наконец, собрался с мыслями и хочу объяснить зрителям канала, подписчикам, тем, кто интересуется, что произошло и будет ли что-то дальше. Какова настоящий момент ситуация. Ситуация такова. Я готов и хочу и намерен продолжать создавать видео. Причем не только сотки, но и философские видео. По которым есть определенный должок содержательный. Я анонсировал несколько тем, которые не продолжил тогда, потому что вплотную занялся художниками. А вообще, по философии, давно есть что сказать. И события 22 года, безусловно, дают еще более богатый материал для размышлений, для выводов, для попытки осмысления того, что происходит. Но даже если говорить именно о сотках, то кроме продолжения сотки художников, а я намерен закончить ее, сколько бы на это не потребовалось времени и сил, я также хочу напомнить, что еще в первой сотке, сотке книг или писателей, я анонсировал в конце третьей части целый ряд тем. Речь идет прежде всего о кино сотке, которую я хочу после некоторого размышления разбить на несколько частей. То есть не просто 100 лучших фильмов всех времен и народов, но 100 лучших немых фильмов и 100 лучших звуковых фильмов. Потому что материал огромен и не хочется в попыхах составлять подобный список, не хочется упустить ничего ценного, редкого, важного. Поэтому, по крайней мере, два варианта кино сотки будет осуществлено. Но есть также идея, я думаю, она верна, посвятить отдельную кино сотку восточному кинематографу, прежде всего японскому и отчасти индийскому. Может быть и некоторым другим киноиндустриям Востока. Восток заслуживает отдельного внимания, причем я бы хотел остановиться не совсем на тех именах, которые у всех на слуху сейчас, не на тех именах, которые наиболее популярны, а на тех режиссерах, актерах, которые в свое время произвели практически революционные изменения в кинематографе Востока и мира, но сегодня как-то отошли на задний план, оказались в тени, полузабыты, совершенно незаслуженно. И я бы хотел привлечь к ним некоторое внимание. Затем большой объем материала связан, конечно же, с музыкой. С самого начала я планировал создавать отдельные сотки по классической музыке и по неклассической, современной, популярной, как бы ее ни назвать. По классической музыке я задумывал и уже даже собрал некоторый материал для сотки лучших композиторов, 100 лучших дирижеров и есть замысел создать пару списков великих инструменталистов. Например, 100 лучших пианистов и 100 лучших скрипачей. Ну, тут могут быть сложности, потому что не все великие имена были хорошо записаны, не все легко доступны, но в принципе я думаю, что с этим можно справиться. Что касается неклассической музыки, современной музыки, популярной музыки, то, думаю, стоит сделать сотку лучших джазменов, сотку связанную с историей блюза, сотку электроники, в широком смысле слова, всех ее жанров. Ну, и, конечно, львиную долю внимания должно принять на себя все связанное с рок-музыкой. Рок-группы, рок-альбомы, обязательной будет сотка электрогитаристов, материал для которой, кстати, уже давно собран и аж пищит. В общем, по музыке будет, я думаю, соток 6-7, если все получится. Затем я хотел бы поговорить еще раз о литературе. Есть мнение и желание сделать второй альтернативный вариант сотки лучших писателей и лучших книг, где, не пересекаясь с предшествующей соткой, указать тех писателей и те книги, которые заслуживают большого внимания и большого уважения, но которые в первую не вошли по тем или иным причинам. Обращаюсь к зрителям, подписчикам и вообще неравнодушным людям, которые случайно попадут на это видео. С таким вопросом. Интересно ли вам то, что я делал и то, что я хочу делать? Если да, то вы можете очень легко, насколько это в ваших конкретных силах, способствовать началу реализации, осуществления всех этих планов. Потому что после долгого ожидания, после многочисленных поисков разных вариантов, после серьезной борьбы, которую я веду на разных фронтах своей жизни, я понял, что сейчас ждать какого-то нового стабильного источника поддержки со стороны моих прежних меценатов не приходится, к сожалению. И поэтому выбор невелик. Либо в случае, если зрители и подписчики проявят интерес к моим заявкам и планам на будущее, канал сможет постепенно выйти на сравнительно стабильный ритм производства и выкладывание новых видео. Либо, если этого интереса не будет, очевидно, канал придется закрывать, замораживать. И когда эта заморозка прекратится, трудно даже сказать. Потому что сейчас мне придется, если такой поддержки не будет, бороться за свое существование в более приземленном смысле. Однако я бы хотел делать то, что я делаю. Мне кажется, что я делаю это достаточно хорошо. Мне кажется, что те темы, которые я назвал, будут интересны многим людям. И они будут не похожи, эти видео, на другие продукты, доступные в сети. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто может и хочет поспособствовать этому процессу, от которого вы, я думаю, получите немало удовольствия. И, кстати, не только удовольствия, но и поддержку. Духовную поддержку, которая в этом году и в следующем году будет очень важной для всех. Потому что сейчас нам нужно нечто вроде помощи из высших миров. А высшими мирами является мир мысли, мир формы, мир красоты. И именно этим я и собираюсь заниматься. Хочу сказать, что в новом году талисманами канала станут вот эти два джентльмена. Зайца, которые случайно совпали с тем, что 23-й год – это год зайца по восточному календарю. Зайцы аутентичные, куплены на Андреевском спуске в Киеве несколько лет назад. И означают они, что нужно всегда заниматься разными темами, интересоваться разными вопросами, но никогда не забегать слишком далеко за каждым из этих вопросов. Так же, как не нужно бегать сразу за двумя зайцами. Что где-то нужно остановиться, сделать паузу, осмотреться, вернуться назад или пойти дальше, но более умеренным шагом. С наступающим Новым Годом! Субтитры создавал DimaTorzok